Итак, в прошлый раз мы обсуждали нейронные сети, мы начали обсуждать эту тематику и обсуждали архитектуру, которая называется многословный персептрон, или по-другому она называется нейронная сеть с плотными или dense слоями. Значит, я напомню, что в прошлый раз мы арисовали такую картинку, многословенный персептрон, или что то же самое dense слои. Значит, у нас была такая картинка, что вот у нас есть какие-то входы, у нас есть какие-то промежуточные слои, их может быть несколько, у них могут быть разные размерности. И мы рисовали картинку, в которой каждый нейрон внутреннего слоя связан с каждым входным нейроном. Ну и так далее. Дальше она продолжается таким же образом. Значит, каждый связан с каждым, в результате получается... В результате получается, что каждый из вот таких вот преобразований, по крайней мере их линейная часть, она просто задается какой-то матрицей, и на эту матрицу не накладывается никаких особых ограничений. Значит, и это такая базовая модель, но для конкретных приложений оказываются гораздо более эффективными, более хитро устроенные модели, которые дополнительно что-то предполагают про структуру данных. То есть вот в этой вот модели, в ней нет никакой структуры. Я имею в виду, что, допустим, вот эти вот входные данные, входные нейрончики, компоненты входного вектора, они как бы ничем друг от друга не отличаются, и у нас нет на них никакой структуры. Если мы переставим местами, например, вот этот вот нейрончик с вот этим вот нейрончиком, как бы с точки зрения архитектуры нашей сети ничего не поменяется. И это рассмысленное предположение, если наши данные представляют собой просто какие-то независимые более-менее столбцы в какой-нибудь табличке. Но на самом деле нейросети эффективны, наиболее эффективны не на табличных данных, а на данных, которые будут устроены более сложными. Ну и в качестве первого приложения, которое мы будем обсуждать, и первой специальной архитектуры, мы сейчас будем говорить про обработку изображений и так называемые сверточные нейронные сети, которые как раз для этого и нужны. Сейчас мы обсуждаем обработку картинок из ферточной нейросети. Значит, что это такое? Ну давайте смотреть, во-первых, что такое картинка. Но мы сейчас рассматриваем картинки как просто такие таблички, заполненные числами, как такие матрицы. Ну, то есть мы будем говорить именно про растровые картинки, то есть картинки, которые состоят из отдельных пикселей. И с нашей точки зрения изображение, картинка это, ну, например, если она черно-белая, то это просто какая-нибудь вот такая вот табличка. И в этой табличке расставлено числа, которые просто показывают интенсивность каждого пиксела. Это может быть, например, число, там, я не знаю, от 0 до 255, скажем, 1 байт. Мы потратим на это, да, и у нас будет какая-то картинка, которая будет кодироваться какими-то числами. Что-то в таком роде. Значит, чем, что мы будем дальше с этой картинкой делать? Ну, в принципе, никто бы нам не мешал бы взять вот такую вот картинку, допустим, что мы хотим решать задачу классификации. Вот у нас есть картинки с кошечками и собачками, и мы хотим научиться отличать кошек от собачек. Чего мы могли бы сделать? Ну, мы могли бы взять вот такую вот картинку, которая представляет собой такую двумерную матрицу, просто вытянуть ее в один длинный вектор, ну, просто вот здесь, взять вот эти вот, допустим, строчки и записать их подряд, просто сконкортинировать вот так вот. Получается один длинный вектор, и дальше этот вектор скормить какой-нибудь нейронке типа вот такой. Ну, в чем проблема такого подхода? Проблема состоит в том, что, как я уже сказал, с точки зрения архитектуры вот такой вот нейронки, у нас все пиксели одинаковые. В то время как на самом деле на картинке есть, на пикселях есть некоторая структура. А именно, например, мы можем про пиксели понимать, что они находятся рядом. Вот этот пиксель, близко к вот этому пикселю. Или вот этот пиксель, близко к вот этому пикселю. И нам бы хотелось бы сделать такую архитектуру, которая бы учитывала вот это пространственные характеристики этих самых пикселей. То есть учитывала то, что пиксель обладает какими-то дополнительными свойствами. Почему это важно? Дело в том, что представьте себе, что вам бы выдали такие очки, которые бы, я не знаю, как-нибудь переставляли бы местами пиксели того изображения, которое вы бы видите. Вот зафиксирована какая-то перестановка, случайно, допустим, случайным образом выбрана. Понятно, что вы бы через такие очки не могли бы ничего увидеть, вы бы не могли бы распознать никакой объект. Ну вот, как бы, поэтому довольно логично, что наша архитектура, ну так, разумно, чтобы архитектура тоже бы опиралась бы в том числе на вот это вот понимание того, что пиксели бывают соседними, например. Теоретически, если бы у нас было бы огромное количество данных и огромное количество выяснительных ресурсов и времени, то мы могли бы, ну как бы, теоретически, вот даже такая архитектура, она бы в какой-то момент могла бы, возможно, могла бы сама выучить вот это вот самое представление о том, что пиксели бывают соседними. Но гораздо эффективнее внедрить эту идею непосредственно в архитектуру нейросети. Это в целом такая очень привлекательная идея о том, что какие-то знания о реальном мире мы можем, мы можем как бы внедрять в архитектуру наших алгоритмов машинного обучения с тем, чтобы сделать их более эффективными. Ну, надо сказать, что конкретно сверточные нейросети – это один из таких, я бы сказал, довольно редких примеров, когда это хорошо удалось сделать. Ну вот, давайте посмотрим, как это все работает. Значит, давайте поговорим про свертки. Что такое свертка? Кстати, кому-нибудь встречалось это слово где-нибудь, слово свертка? Ну, свертка функций в математике. Да, да, в функциональном анализе, когда обсуждают всякие преобразования Фурье, вот все вот это, там свертки появляются естественным образом. Значит, те свертки, которые мы сейчас будем обсуждать, они, в общем-то, являются эквивалентными тем сверткам, которые в функциональном анализе, хотя записываются немножко по-другому и чуть-чуть по-другому работают. Вот, но идея примерно такая же, как в функциональном анализе. Значит, давайте, давайте я в качестве примера, давайте начнем просто с одномерных сверток. Вот пусть у меня есть какой-то длинный многомерный одномерный вектор. Допустим, вот у меня есть x, который есть там x1, x2 и так далее. Здесь пусть будет какой-нибудь xn большого. Давайте я его тоже вот так нарисую. Так вот как-то. И дальше я могу сделать такую штуку. Я хочу зафиксировать какой-то коротенький вектор, который называется сверточным ядром. Ну, допустим, пусть в нем будет, скажем, три элемента сейчас. Значит, давайте я скажу, что это какой-нибудь k. И давайте пусть у меня здесь будет, скажем, z1, z2, z3. И дальше я, когда я говорю, что я вот этому вот вектору x применяю свертку с вот этим вот ядром k, это означает следующее. Я беру, прикладываю это ядро k к моему вектору x, допустим, вот сюда вот в начало. И дальше вычисляю скалярное произведение между этим k и вот этим вот кусочком нашего вектора x. Получается какое-то число. И я это число записываю, значит, вот здесь будет просто скалярное произведение, вот такое. И я его записываю в первую, допустим, на первую позицию получающегося у меня вектора. Это будет y1. Потом я беру то же самое сверточное ядро и сдвигаю его на одну позицию вправо. Так, на одну позицию вот так вот мне нужно сделать. И теперь я нахожу скалярное произведение уже не с вот этим вот первыми тремя числами, а наоборот это окошко я тоже сдвигаю вправо и нахожу скалярное произведение с вот этими вот тремя числами. Значит, опять же, здесь просто скалярное произведение и получается следующий элемент y2. И так далее. Так у меня бежит это окошко. Каждый раз я вычисляю скалярное произведение, и дальше оно добегает, допустим, вот досюда. И у меня здесь возникает y. Значит, сколько у меня тут получается? Кажется, n-2. А если бы у меня n равнялась бы трем, то у меня был бы один y, n-2. Вот. Значит, каждый y-итый, это будет просто какая-нибудь такая штука. Давайте суммы позже от 1 до 3. Здесь будет z, j, t, а тут будет x, j, плюс и минус 1. Видимо, так. Похажешь на правду? Ну да, только в матанализе там нужно было вычитать, то есть там и t было, это z, и t, x, там и t минус j. Да, это правда. Значит, действительно, там обычно, когда пишут свертку в коне, там знак меняют, потому что так теорем проще доказывать. Но мы сейчас не будем теоремы доказывать, а с точки зрения реализации и восприятия проще. То есть, фактически, что это означает? Означает просто, что нам нужно было повернуть вот это вот ядро просто в обратную сторону. Здесь написать z3, а здесь z1. Но, в общем, нам проще так. В этой науке сверткой называют вот эту штуку. Хотя, конечно, это не совсем честная свертка, которая встречается в функционе. Но да, видно, что это, в общем, примерно то же самое. То есть, у нас бежит какая-то, значит, бежит какая-то функция, которая сверточное ядро, и мы просто делаем вот такое вот умножение. Значит, почему это хорошая операция, зачем она вообще нужна? Ну, например, вот давайте представим себе, что у меня свертка устроена вот так. Значит, давайте. Допустим, свертка у меня какая-нибудь вот такая будет. Вот. Скажем. Минус 1, 2, 0, 1, 2. Что-нибудь в таком ходе. Ну, или пусть будет просто единица, что ли. Хотя ладно, так сойдет. Значит, вот что вот такая свертка будет делать с нашим сигналом, с нашим вектором? Если представить себе, что вот этот вектор, это на самом деле не вектор, а такая функция целочисленного аргумента, ну, проще всего думать так. Вот на самом деле, что такое картинка? Картинка, ну, вот мы ее представляем себе в виде такой матрицы, которая состоит из пикселей, но на самом деле мы понимаем, что эта матрица, это на самом деле дискретизация некоторого двумерного сигнала. То есть у нас была какая-то функция на плоскости, ну, которая как раз задает, допустим, интенсивность света в данной точке. А мы просто для того, чтобы не хранить бесконечное количество информации в памяти, мы ее дискретизировали. Вот, естественно, вот здесь тоже можно думать так, что у нас был какой-то сигнал, допустим, вот с течением времени у нас меняется какая-то величина, и мы просто этот сигнал меряем, там, на каком-то дискретном у нас той точке, это просто дискретизация этого сигнала. То есть можно думать, что вот эта штука, это некоторое такое дискретное приближение какой-то функции. Что тогда будет задавать вот такая свертка с вот таким вот ядром? Она будет дискретной версией чего, какого приблизования, связанного с функциями? Производной? Производной, да. Значит, это получается такое дискретное дифференцирование. Я, честно говоря, не уверен насчет того, что там именно одну вторую нужно написать, но кажется, одну вторую. А как мы поняли, что это производная? Ну, смотрите, ну, что делает вот такая вот свертка? Значит, она нам для каждой позиции, вот давайте просто посмотрим на какой-нибудь пример. Вот были у меня какие-то числа здесь, 2, 1, 3, 5, 7, 6, 1, 0 и так далее. Значит, что у нас делает эта свертка? Она просто, вот если эта свертка с вот такими вот чиселками, да, здесь минус 1, 2, и тут 0, и здесь 1, 2. Она нам просто фактически вычитает из вот этого числа вот это число. Ну, там, домножает на одну вторую. То есть здесь у меня получается, что когда я применяю свертку, тут у меня 3 минус 2, это будет 1 второе значение, первое. Потом я сдвину эту штуку сюда. Значит, здесь у меня будет 5 минус 1, здесь у меня будет 4, 2, ну и так далее. То есть мы просто, ну, как бы, это просто операция, которая считает мне что-то вроде f от x плюс дельта x минус f от x минус дельта x разделить на 2 дельта x. Ну, значит, вот что-то в таком роде она делает. Дельта x равно, ну, как бы, поскольку я не могу дельта x устремить совсем к нулю, я выбрал дельта x в самом маленьком, каким возможно было, единица, вот, ну и вот подставил эту формулу. Вот. Ну, и понятно, что в анализе сигналов, то есть если бы мы, например, сейчас говорили бы не про анализ картинок, а про анализ каких-то сигналов, которые вот с течением времени мы что-то меряем, да, там, или курс акций, или что угодно еще. Вот. Понятно, что применение вот такого, вот такого преобразования, оно имеет смысл, потому что, ну, вот, производная функция – это какая-то осмысленная штука, осмысленный объект, который можно про функции, осмысленное преобразование, которое можно делать с функцией. Вот. Значит, это свертка для одномерного сигнала. Для двумерного сигнала все то же самое, только сверточное ядро теперь устроено тоже как такая табличка. Ну, вот, например, можно себе представить такую вот свертку 3 на 3. Ну, допустим, можно что-нибудь такое сделать, скажем. Значит, какое-нибудь вот такое вот сверточное ядро, и, опять же, у меня здесь есть двумерная картинка какая-то. Я сейчас думаю, что у меня картинка – это такая черно-белая картинка, то есть просто каждый пиксель сдается одним, интенсивность каждого пикселя сдается одним числом просто. Черный он или белый, или что-то посередине, одно вещественное число. Вот. Ну, и, соответственно, дальше происходит ровно та же самая история. Ну, давайте я напишу сюда каких-то чисел. Ну, не вещественное, а целое, да, все-таки? Ну, это как закодировать. Это как закодировать. То есть, понятно, что когда вы в действительности работаете с нейронками, как правило, вам удобно, ну, то есть, как правило, вам хорошо перемасштабировать ваши данные, типа так, чтобы они там были, не знаю, от минус единицы до единицы. Что-нибудь в таком стиле. Ну, это там зависит, опять же, от архитектуры нейронки, от того, как там веса по умолчанию инициализируются и так далее. Вот. Но в целом стандартно, какой-нибудь стандартный препроцессинг состоит в том, что вы рескейлиете, допустим, вашу картинку так, чтобы каждый пиксель был бы числом либо от нуля до единицы, либо от минус единицы до единицы. Вот. Я отпишу целые числа просто, потому что мне неудобно писать 0, что-нибудь там. Понятно, что в том, как оно в действительности записано в файл, там, конечно, интенсивность. Ну, то есть, если вы там откроете спецификацию какого-нибудь графического формата, то там, скорее всего, написано, что у каждого пикселя интенсивность меняется от нуля до чего-нибудь. Это какое-то просто целое число, помещающиеся там либо в байт, либо в два байта. Вот. Но мы их воспринимаем скорее как вещественные числа. Вот. Ну, а дальше мы делаем ровно то же самое, что делали с одномерным сигналом. Только теперь у нас вот это вот наше ядро, оно как бы бегает не только в одну сторону, но в две стороны. То есть, мы... Ну, давайте вот я приведу такой пример. Значит, вот, допустим, я это ядро приложил вот к этому, к вот этой вот части моей картинки. Сделал вот так вот. И посчитал скалярное произведение. Опять же, значит, мы сейчас считаем, что у нас вот эти вот матрицы, это на самом деле... То есть, мы посчитаем скалярное произведение между вектором, который получается вытягиванием вот этой вот матрицы и вот этой матрицы. То есть, мы не думаем о том, что они матрицы, просто берем и считаем скалярное произведение. Получается, там минус 1 умножить на 2, плюс 1 умножить на 0, плюс 4 умножить на 1, плюс 1 умножить на минус 2, плюс 5 умножить на 0, 1 умножить на 2. 3 на 0 плюс 2 на 1 вот вот это число а каким бы оно ни было она будет записано это будет вот этот вот пиксель новой картинки у меня на входе картинка я к ней применяю вот это сверточное ядро и получаю на выход новую картинку но если я его применяю вот так вот как я сейчас нарисовал то у меня новая картинка будет чуть чуть поменьше чем исходная в точности у нас вычтется там тоже размер ядра минус единиц если у меня была изначально картинка вот такая то новая картинка будет иметь размеры вот такие вот ну и и так далее то есть опять же у меня вот эта вот рамка она бегает по всей моей исходной картинке каждый раз я считаю скалярное произведение с одним и тем же ядром и получаю каждый раз новое число здесь получается новая картинка такой размер скорее всего не так меняется что тут 6 получается а 20 минус 8 в 12 я имею ввиду что здесь по каждому измерению но вот у меня здесь было здесь у меня было 5 например высота и из этой пятерки нужно вычесть тройку прибавить единицу получилось 3 в этом смысле вот ну на самом деле на практике в нейронках часто делают так что у вас когда вы применяете свертку размер на самом деле не меняется этого можно добиться например тем что вы дописываете вот сюда вот как бы такие виртуальные нули то есть считаете что ваша исходная картинка она чуть больше чем на самом деле была но просто справа и слева она добита нулями и тогда вы можете перемещать вот это окошечко не только внутри этой картинки но и залазить залазить вот сюда вот на края это на самом деле то есть тут всегда возникают некоторые тонкости например вот нулями это может быть тоже не очень хорошо потому что это означает что когда вы сделать эту свертку то у вас тут на границе будет ну как бы откуда-то вдруг появляются какие-то вот эти вот нулевые числа тоже не всегда понятно почему они нулевые но там там есть какие-то разные тонкости просто если так сделать то казалось бы матрица даже увеличится потому что можно ставить там вот центр вот этого трафарета в верхний левый ноль ну не понятно что если мы считаем что с бесконечным количеством нулей со всех сторон то мы можем сделать какую угодно по размерам картинку на это нет можно и и такое тоже и такая и такое тоже теоретически можно сделать да вот но тут уж надо смотреть конкретную архитектуру что там используется на самом деле более того и не всегда делают не всегда делают вот такой вот вот такого прикладывания трафарета иногда значит есть в значит в этих самых архитектурах есть такой параметр называется страйд и он говорит что можно делать не такое не не так прикладывать а например вот так значит давайте я нарисую картинку значит теоретически можно делать вот так в вот это ядро допустим 3 на 3 вы его прикладываете но прикладываете вот так значит то есть вы как бы собираете из вот этих вот точек из вот этих вот пикселей собираете опять же матричку 3 на 3 и дальше скалярно умножаете на ваше ядро и в принципе вы можете делать шаги ну то есть вот например вы можете сделать вот такой вот страйд но при этом но но там сдвигаться на один шаг а можете сдвигаться на два шага в принципе но это будет эквивалент потому что вы просто выкидываете какое-то количество пикселей исходной картинки вот но параметры такие параметры такие есть у сверточных слоев вот а то есть в общем тут и есть разные технические тонкости того как именно это реализуется но важно понимать что идея она вот вот такая давайте посмотрим почему вообще это все имеет смысл но вот собственно говоря давайте посмотрим вот на то сверточное ядро которое тут нарисовал вот эти вот чиселки что это за ядро такое чего она чего она смотрит на что она выделяет на картинке ниц и ну да это на самом деле вот эта штука это тоже такая дискретизация для но фактически просто для частной производной типа d по dx частная производная вот такая по горизонтали и это называется оператор собеля один из операторов собеля вот собственно говоря как как вся эта жизнь устроена значит сначала люди пытались как-то обрабатывать картинки ну то есть все это их историю про компьютеру vision про не пробовать картинки довольно много лет потому что это поиск довольно естественный объект и ну как как обрабатывать картинки с помощью машинного обучения если у вас нет современных компьютеров современных нейросети ну вы можете попробовать из картинки вытащить вручную какие-то какие-то фичи какие-то характеристики этой картинки ну там я не знаю например среднюю интенсивность картинки насколько она светлая или темная или то насколько там часто встречаются какие-то переходы ну вот например как как вот эта вот штука до которые которые смотрят на горизонтальные границы насколько они часто встречаются или насколько они часто встречаются в какой-то части картинки скажем разделить картинку на четыре части и посмотреть где где этого больше ну и таким образом Вы можете напридумывать какое-то количество способов, как из картинки получить одно число, например, и дальше вашу картинку, которая может быть потенциально очень большая, просто превратить в какой-то набор этих фич. И дальше уже эти фичи скармливать каким-то более простым инструментом, типа логистической регрессии или методопорных векторов, и надеяться на то, что те фичи, которые вы придумали, надеяться на то, что они действительно позволят решать вашу задачу. Ну, если, например, ваша задача отличать, скажем, фотографии от текста, фотографии какого-нибудь, допустим, пейзажа от просто скана текста, то я думаю, что вы можете придумать довольно простые фичи, которые будут довольно неплохо работать на такой задаче. И если отличать кошек от собачек, то это будет уже гораздо сложнее, и до появления нейронок такая задача фактически не была решена, то есть эффективность тех алгоритмов, которые были до 2014 года, она была, в общем, оставляла желать лучшего. И революция Deep Learning, такое победное возвращение идеи нейросетей. Идея сама по себе очень древняя, она восходит, кажется, к 60-м годам, если не раньше, к 1960-м. Вот, значит, вот началось как раз с 2014 года, когда нейросетевая архитектура с использованием сверчатых нейросетей, которым тоже довольно много лет. Но, значит, удалось как раз вот в 2014 году удалось, если не ошибаюсь, команде Яна Лекуна, которая сейчас в Facebook, удалось реализовать эффективную работу этих самых сверчатых нейросетей с помощью GPU, с помощью видеокарточек. И это вот прям реально был шаг вперед очень сильный. Вот, ну, значит, и, собственно говоря, пока что я про сам себя нейронки еще ничего не сказал, я сказал пока просто про свертку. Это ключевой механизм, который участвует в этих самых нейронках. Давайте я сейчас покажу пару картинок как раз про эти операторы Собеля, которые у меня здесь. Извините, можно еще раз вопрос про dpdx? Почему тогда, если dpdx посередине вот строка минус 2, 2 в гидре, почему там не минус 1, 1? Или это как бы так, без разницы, как бы, в смысле тип оператора такой, если вот посередине ноги? Ну, сейчас, смотрите. Почему не одинаковые столбцы, то есть там минус 1 и просто 1? Почему именно это адекватная дискретизация для... Нет, сейчас, видимо, сходу не скажу. Кажется, у этого есть какое-то объяснение, почему здесь должна быть двойка, а не единица. Но я думаю, что если мы просто... Нет, не скажу сейчас, надо подумать. Вот вообще на сверочные ядра какие ограничения? Или это просто как бы гиперпараметр какой-то? Никаких. Более того, это даже не гиперпараметр, а это будет у нас сейчас learnable параметр. Он как бы был гиперпараметром в эпоху до нейронок, а сейчас в нейронках они обучаются сами, эти самые сверточные ядра. Но я все-таки хотел показать, значит, как это выглядит на картинках. Значит, это вот как раз эти операторы Собеля. Значит, ну вот здесь исходная черно-белая картинка. И вот тут видно, что вот этот оператор, который меряет горизонтальную производную, видно, что он выделяет действительно такие вертикальные полосочки с изображением. Вот здесь особенно это видно. И здесь горизонтальный оператор, он выделяет, наоборот, горизонтальные полосочки. Вот. Значит, ну люди придумывали какие-то операторы, в том числе такого типа, ручками. А потом как раз идея нейронок, что давайте пусть у нас, мы не будем придумывать их ручками, а пусть у нас эти самые сверточные ядра сами собой обучаются. Ну и давайте посмотрим на архитектуру. Значит, сверточные нейронки. Значит, сверточка по-английски называется Convolution. Это Convolution. И, соответственно, сверточные нейросети называются CNN. Convolutional Neural Networks. Устроены они, как правило, примерно таким образом. Значит, ну вот давайте представим себе, что у меня на вход подается, опять же, какая-то картинка. Дальше у нас здесь, допустим, какой-нибудь сверточный слой. Значит, что это означает? Это означает, что у нас с вот этим вот сверточным слоем связано какое-то сверточное ядро. У него могут быть разные размеры, но, как правило, это не очень большие сверточные ядра, типа 3х3 или 5х5, что-нибудь в этом роде. И дальше мы просто применяем операцию свертки. Давайте я вот так схематически покажу, что у меня вот это сверточное ядро. Оно приводит к тому, что мы получаем некую новую картинку. Ну и понятно, что вот эта операция свертки – это, на самом деле, линейная операция. То есть это, в общем-то, грубо говоря, умножение на какую-то матрицу, но только теперь это не оба какая матрица, а это матрица с какой-то четкой структурой. Ну, то есть, например, если бы это была бы одномерная свертка, вот такая вот штука, то это просто умножение на матрицу, которая вот как-то так вот устроена. Что там будет? Ну, вот какая-то вот такая штука. Такая трехдиагональная матрица получается. Вот. Ну, в случае, когда у нас картинки, там чуть-чуть более сложно устроенная операция, но, тем не менее, это в любом случае какая-то линейная операция умножения на какую-то матрицу. Понятно, не на эту матрицу, но на какую-то матрицу, которая из этой строится. Вот. Дальше мы можем… Ну, понятно, что вот этих сверточных слоев можно, опять же, понасажать несколько. Например, можно сделать, допустим, два сверточных слоя. У них могут быть разные свертки. Допустим, вот эта свертка C1, вот эта свертка C2. Конкретные чиселки, которые в этой свертке находятся, это параметры нейросети. То есть, когда мы говорили про вот такую архитектуру полносвязную, то здесь параметрами были просто вот эти вот связи. А сейчас у нас фактически мы говорим, что у нас параметрами являются чиселки, которые стоят вот в этих вот свертках. То есть, в принципе, можно было бы нарисовать вот эту вот картинку тоже, как показать, какой пиксель на какой влияет. То есть, например, вот на этот пиксель у нас влияют вот эти вот 9 пикселей. И у нас здесь тоже есть какие-то веса. Вот как раз те веса, которые мы вот здесь могли бы написать, это вот как раз веса, которые у нас, числа, которые написаны вот здесь. Но здесь важно то, что мы одну и ту же свертку применяем в разных частях картинки. Разные части картинки обрабатываем одинаково. Мы как раз учитываем тот факт, что у нас не просто какой-то вектор, который состоит из чиселок, а мы учитываем тот факт, что это картинка, которая обладает какой-то простанственной структурой. Что, например, разные части картинки разумно обрабатывать одним и тем же образом. Потому что они на самом деле ничем друг от друга не отличаются. Что вот просто мы можем повернуть камеру, и у нас объект, допустим, перейдет из одной части в другую часть. А при этом сам себе этот объект не изменится, и, допустим, то, как мы его классифицируем, тоже не должно поменяться. Вот. Значит, сверточные слои. Значит, свертка – это линейная операция. После свертки можно применить какую-нибудь нелинейную операцию. Например, во-первых, тоже можно применять какие-нибудь функции активации просто поэлементам. Во-вторых, можно применить еще одну операцию нелинейную, а именно операцию, которая называется… Значит, давайте… Окей, здесь у меня была свертка. Пусть у меня здесь будет картинка такого же размера, какой был. А дальше, например, я применю слой, который называется MaxPool. Ну, не обязательно Max, но это часто распространенная штука. Значит, что такое MaxPool? Это следующая вещь. Мы берем нашу картинку. И, например, делим ее… Скажем, вот у меня была картинка размером, скажем, 4 на 4. И я могу эту картинку поделить на 4 части. Вот так вот. И просто от каждой из этих частей взять максимум. Значит, максимум из вот этих вот 4 пикселей, максимум из вот этих 4 пикселей, максимум из вот этих 4 пикселей и так далее. Значит, почему это может быть осмысленно? Давайте какие-нибудь числа напишу, чтобы было видно по картинке, чего здесь у меня происходит. Вот так вот. Значит, MaxPool делает из этой картинки, делает такую картинку. Значит, здесь у меня будет 2, тут у меня будет 7, тут будет 5, тут будет 4. Вот. Почему такой… Почему вообще осмысленно применять вот такой вот MaxPool слой? Ну, в некотором смысле это штука, которая нам дает какую-то инвариантность относительно сдвигов. Не совсем инвариантность, но что-то близкое. Ну вот представьте себе, что ваша нейронка научилась… Значит, что вот вы здесь делали такие сверточные слои, которые позволяют вам детектировать какой-то объект. Но поскольку сверточные слои применяются к разным частям изображения, то на выходе вы можете получить такую вот штуку. Например, я применил какое-то количество слоев разных, и в конечном итоге у меня вот здесь вот есть 4 пикселя. И каждый из этих пикселей, он на самом деле меряет, меряет, как бы детектирует, что вот в этой части исходного изображения было обнаружено какое-нибудь, допустим, лицо. А вы хотите понять, вообще есть лицо у вас на картинке или нет. Ну, тогда логично от всего вот этого вот дела взять просто максимум. Если хоть где-то есть лицо, то значит лицо есть на всей картинке. Ну, вот какая-то такая логика, какая-то такая идея стоит за этим самым MaxPool. Вот. Ну, и еще чем MaxPool хорош, тем, что, например, вот если у вас здесь есть какие-то… Значит, например, если у вас вот здесь вот было какое-то число, которое давало вам максимум, то когда вы, если вы, например, сдвинете всю картинку на один пиксель влево, то у вас вот в этом вот квадратике значение этого MaxPool не поменяется. Просто потому, что у вас этот MaxPool просто переедет вот сюда. Ну, по крайней мере, такое возможно. И, в общем, этот MaxPool, он немножко дает какую-то такую устойчивость относительно таких вот сдвигов картинки на один пиксель вправо-влево, который мы бы хотели бы получить от нашего классификатора. Вот. Ну, это все какие-то такие довольно эвристические соображения, не совсем понятно, как их аккуратно проверить. Вот. Ну, в общем, какие-то такие идеи за этим стоят. Сейчас можно вопрос. Откуда вообще сдвиги могут взяться? Нет, я имею в виду следующее. Я имею в виду следующее. Вот представьте себе, что у вас есть две картинки, которые отличаются просто сдвигом на один пиксель. Понятно, что с точки зрения любой практической задачи, эта картинка одна и та же. Если на первой картинке есть кошка, то и на второй картинке есть кошка. Поэтому было бы очень здорово, если бы наш, допустим, наш классификатор вообще бы таких маленьких сдвигов вообще бы не замечал. А, понятно. В идеале. Но на практике это, конечно, не совсем понятно, как сделать, потому что… Ну, так, чтобы он совсем бы не замечал маленьких сдвигов, мы не можем сделать, потому что можно сделать большой сдвиг, применив несколько маленьких. Ну, вот какая-то идея устойчивости относительно небольших сдвигов, она… Ну, как бы если нам, опять же, удается ее имплементировать в архитектуре, то это хорошо. Хорошо. Вот. Да. Ну, и следующее, что можно сделать, это можно, опять же, применять какие-нибудь функции активации поэлементам. Вот. Ну, и вот таким образом вы можете добавлять эти слои. Этих слоев может быть довольно много. Они могут быть так, сгруппированы в такие… Допустим, свертка, свертка, MaxPool, нелинейность. Потом снова свертка, свертка, MaxPool, нелинейность. Что-нибудь в таком роде. При каждом MaxPool у вас размерность будет уменьшаться. Ну, и в конце у вас может быть просто, например, какой-нибудь… Вы можете в конце там применить просто какие-нибудь полносвязные слои, как в многомерном персептроне, потому что у вас уже останется… У вас уже останется там небольшая картинка, тысячу на тысячу пикселей, а у вас останется буквально несколько пикселей. Вы можете применить к нему какую-нибудь более простую нейронику. Вот. Ну, на самом деле, это не совсем вся архитектура, что тут есть. Но давайте проверим, понятно ли, как вот эта часть работает. Это неросеть, которую мы обсуждали в прошлый раз. Ведь в прошлый раз нейросеть – это штука, которая из некоторого вектора V получает некоторую функцию активации от вектора AV. Да. Соответственно, когда мы применяем C1, C2, получается просто линейное преобразование без функции. Да. Ну, вот я говорю, что, например, мы можем где-нибудь вот здесь применить функцию активации. Ну, надо сказать, что то, что я сейчас рассказываю, это какие-то строительные кирпичики. Не существует одной какой-то канонической архитектуры сверточной нейросети. Есть разные способы объединять эти кирпичики. И они… Суть в том, что из этих кирпичиков, если их там в каком-то разумном порядке собрать, что можно сделать работающий алгоритм. Вот. Как конкретно, в каком конкретно порядке, например… Ну, вот, скажем, я здесь применил две функции свертки подряд. Понятно, что вот та операция, которая в результате получилась, вот отсюда, вот сюда, вот эта вот функция, что это какая-то, на самом деле, линейная функция. И, в принципе, может быть, ее можно было бы заменить на свертку, но с ядром побольше. Допустим, не 3 на 3, а 5 на 5. Если посмотреть, какие пиксели на какие влияют, то, скажем, вот на этот пиксель здесь будет влиять какие-нибудь вот эти вот пиксели тут. То есть это как бы будет эквивалентно тому, что вы сделаете просто сверточные ядра побольше. Но иногда делают именно так. Иногда используют маленькие сверточные ядра, но просто если нужно, то их просто… стэкают подряд несколько. Но никто не мешает в какой-то момент вам действительно поприменять по элементной функции активации примерно так же, как это было в прошлый раз. Еще вопрос. Как в данном случае использовать метод распространения, ну, обратное распространение ошибок? Да, он, в общем, точно так же, BackPropagation, в общем, точно так же работает, как и раньше. То есть, ну, смотрите, как обучается вот эта штука. Значит, в отличие от предыдущей истории, у нас здесь обучающиеся параметры – это как раз вот эти вот параметры, которые у нас зашиты вот в этих свертках. Значит, у MaxPool никаких параметров обучающихся нет. И, в общем, все, что у нас есть – это вот эти вот сверточные ядра. Но, в принципе, опять же, нам никто не мешает точно так же, когда мы вот эту вот всю нейронку сделали полностью, нам точно так же никто не мешает считать производные по тем чиселкам, которые у нас записаны в этих ядрах. Разница будет в том, что раньше у нас каждый вес, он влиял, ну, непосредственно он влиял только на следующий нейрончик. А сейчас у нас каждый из этих вот весов, он влияет на все значения в следующем слое. Ну, это не страшно, там возникнет еще какое-то суммирование по, значит, этих производных. Ну, и ладно. Алгоритм работает ровно точно так же. Ну, на самом деле, у нас была та же самая история, потому что, значит, когда мы обсуждали backpropagation, помните, я говорю, что, например, вот этот вот вес, да, он влияет только на вот этот нейрончик, на выход. Но, на самом деле, если мы смотрим на то, как вот этот вес влияет на вот эти вот выходы, вот этих нейрончиков, то понятно, что вот этот вес влияет на их все, потому что он, потому что вот эта вот штука влияет на все вот эти вот штуки. И так что здесь никакой дополнительной сложности не возникает. То есть на самом деле можно просто думать, что вот эта архитектура – это частный случай вот такой архитектуры с той разницей, что у нас теперь на следующем слое не каждый нейрончик связан с каждым. Грубо говоря, как это выглядит, если так немножко упрощать, то как выглядит вот эта штука. Давайте представим себе, что у меня была бы такая одномерная свертка. Как бы это выглядело бы? Это выглядело бы как-то так. Вот у меня, например, вот у меня было бы здесь, допустим, W1, W2, W3. И вот здесь было бы тоже вот так вот. Здесь было бы тот же самый W1, W2, W3 и так далее. Я не знаю, у меня не очень понятная, наверное, картинка. Понятно, что я рисую? Раньше все вот эти веса были разными, а теперь мы говорим, что у нас гарантированно, во-первых, что нет связи между вот этой штукой, например, вот этой штукой просто. Потому что у нас ядро маленькое достаточно. А во-вторых, мы говорим, что связь вот отсюда, вот сюда – это такая же штука, как связь вот отсюда, вот сюда. Ровно потому, что у нас одно и то же сверточное ядро, оно просто бежит по вот этому вектору. Значит, вот эти вот числа W1, W2, W3 – это как раз компоненты этого сверточного ядра. Ну, понятно, что фактически, что мы говорим? Во-первых, мы говорим, что если сравнивать вот эту вот архитектуру с той архитектурой, которая раньше была, мы говорим, что не все связи проведены, а во-вторых, мы говорим, что веса могут повторяться. Вот и вся разница. Backpropagation работает так же, как раньше работал. А последовательность применения ядер и, соответственно, макс пула и функций полиметных функций активации – это гиперпараметр? Да, это гиперпараметр, это как бы характеристики архитектуры. То есть этих самых архитектур существует уйма. Вы можете, ну, то есть, если это какая-то маленькая модель, там, с парой слоев, то вы просто даже не то, что берете какую-то готовую архитектуру, а просто вот говорите в PyTorch, а вот давай мне на стеке сейчас, мне нужно здесь два таких слоя, один такой, один такой, и все, и получаете какую-то готовую нейронику. Вот. Так, еще вопросы про эту часть. Хорошо, смотрите, значит, на самом деле вот эта картинка, она все-таки упрощенная, потому что на самом деле, во-первых, входная штука – это не совсем матрица, ну, потому что обычно все-таки у вас картинка – это цветная картинка, а как минимум цветная картинка – это уже как минимум не… у вас один пиксель кодируется не одним числом, а как минимум тремя. Поэтому на самом деле у вас на входе будет вот такой вот как бы тензор. Значит, в этой науке такие многомерные матрицы называются тензорами. Если вы когда-нибудь проходили тензоры по линейной алгебре, а вы наверняка проходили, были тензоры у вас на линейке где-нибудь? Да. Ну да. Вот. Вот можете забыть все, что вы знаете про тензоры из линейной алгебры, потому что с точки зрения машинного обучения тензор – это просто многомерная матрица. Какая-то вот такая вот штука. О том, что это на самом деле полилинейная функция. Вот это вот все можно забыть тут. Ну сейчас, ну вот в смысле это неспроста так. Ну, например, матрица – это, ну там если у нас матрица M на N, можно думать о том, что у нас там было N-мерное пространство, M-мерное, мы взяли тензор на их произведение, и в нем базис как раз-таки M на N. Да, 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 да. Вот про все, про все, про это можно забыть. Значит, просто, просто многомерный вектор и все. Значит, никакой там особенный. Ну, то есть в каких-то ситуациях нет, ну, в каких-то ситуациях полезно знать, что с тензорами можно делать теленные операции, такие более высоконаучные. Но вот сейчас нам это не очень интересно. Вот, просто чтобы вас в этом контексте слово тензор не слишком сильно пугало и не слишком сильно настраивал на такой математический лад. Вот, значит, как можно, ну, соответственно, вот к этой, к вот такому вот уже тензору тоже можно применить свертку. Ну, единственное, что сверточное ядро теперь будет тоже таким каким-то тензором. Например, вот у вас будет какое-нибудь вот такое вот сверточное ядро, оно будет, допустим, вот у вас здесь три, допустим, у меня здесь будет RGB. Это, наверное, не самый хороший способ кодировать цвет. Правильнее было бы кодировать как-нибудь там HSL. Ну, ладно, пусть будет RGB. И у вас есть свертка, которая будет теперь уже вот таким вот кубиком, допустим, три на три. И дальше вы делаете с этим кубиком ровно то же самое, что мы делали раньше. То есть он бегает теперь по вот этому вот, по вот этой вот штуке. И дальше, опять же, считаете склярное произведение, и у вас получается, ну, вот у вас уже получается теперь обычная матрица какая-то вот такая вот. Но на самом деле дальше идея в том, что вы можете применить не одно сверточное ядро, а сразу несколько сверточных ядер. Ну, собственно говоря, когда мы обсуждали, что, допустим, бывают всякие свертки, которые там меряют, наверное, какую-нибудь производную в какую-нибудь сторону, вправо-влево, понятно, что довольно естественно, что нам для анализа картинки, нам мы захотим применить не просто одно какое-то преобразование такого типа, а что нам нужно будет работать сразу с несколькими преобразованиями такого типа. Поэтому на практике у вас происходит следующее. Вы какой-то вот такой вот тензор, вы путем применения нескольких вот таких вот сверток превращаете в какой-то новый тензор, который может быть каким-нибудь вот таким вот. В нем, может быть, уже, допустим, не один там или не три вот здесь вот измерения, а больше, допустим, у вас может быть 5 или 16 слоев, которые тут получаются. А как ядро тензора действует на тензор изображения? Ну, смотрите, у вас ядро, оно должно всегда быть таким, чтобы вот по вот этому вот направлению у ядра должно быть столько же элементов, как у исходного тензора, на который вы действуете. То есть, условно, если мы берем ядро R, то это просто применение, соответственно, обычного ядра к обычным... Ну, вы можете, ну, то есть, теоретически вы можете, вот смотрите, вот у вас ядро, это обязательно... Ну, вот если у меня исходная штука, это, скажем, вот у меня три канала здесь исходные, да? И я должен обязательно применить ядро, у которого тоже будет три канала. Ну, то есть, можно думать так, чтобы вы просто на каждом из этих каналов действуете своим ядром, а потом результат складываете. Можно про это так думать. Можно думать, что у вас теперь... В итоге мы получаем нечто, состоящее из трех каналов, правильно? Ну, нет. Ну, нет. Значит, если вы делаете... Вот если у вас одно здесь ядро, то вы получаете нечто, что состоит из одного канала, потому что... Ну, потому что я говорю, что мы просто делаем такую вещь. Мы берем... Вот можно считать, что у меня вот это вот ядро, оно на самом деле... Что у меня есть три отдельных ядра для каждого из каналов RGB, но после того, как я их поприменял, я теоретически получил... Окей, я получил три картинки, но потом я их просто сложил. Ну, просто тут, наверное, ключевая вещь, что... Ну, как бы, почему мы хотели ядро возить изначально по матрице и говорить, что у нас ядро не меняется, да, потому что мы как бы подвинем картинку чуть-чуть, и мы хотим, чтобы ничего не поменялось. Но по вот этой оси, где цвет, да, R это red, J это green, B это blue, соответственно, мы такой трансляционной врядности не хотим, ну, видимо, потому что если там трава станет синей, да, то... Ну, это немного другое все-таки. Да-да-да-да, да-да-да. Саша, абсолютно право. Да, действительно, спасибо, это очень хорошее замечание. Действительно, значит, возить ядро вот в этом направлении действительно нет смысла, потому что это не очень осмысленное действие. У нас действительно нет какой-то трансляционной инвариантности или эквивариантности вот в эту вот сторону. Да, но чисто с точки зрения формулы происходит так, что вот у нас есть вот такой вот кубик, давайте считать, что у меня есть кубик 3х3х3, и я его ввожу теперь по вот этому вот параллелепипеду. Каждый раз у меня вот здесь вот возникает, дальше я опять же делаю точно так же, как раньше я делаю скалярное произведение вот этого кубика с вот этим вот вырезанным кубиком вот здесь, получаю одно число. И дальше по мере того, как я этот кубик ввожу вот здесь, вот в этих вот направлениях, я буду получать разные числа, которые выписываются опять же в матрицу. И это получается один слой, один канал в том, что у меня получается на выходе. А значение в этом канале может быть больше 255 или меньше нуля? Может быть, может быть. Да, но опять же, вы можете... Если вы вдруг хотите сделать так, чтобы оно таким не могло бы быть, то вы можете там тоже применить какую-нибудь функцию активации, которую может запретить. Но в принципе, да. Вот. Да. В общем, короче говоря, ядер здесь может быть несколько, и каждому ядру будет соответствовать свой выходной канал. То есть вы можете сделать что-нибудь вот в таком роде. И, соответственно, здесь у вас будет несколько выходных каналов. И дальше к вот этому тензору вы снова можете применять какие-то свертки, вы можете применять там Max Pool и так далее. Вот. Получается вот такая вот архитектура. Давайте я вам покажу какую-нибудь реальную архитектуру. Допустим, есть какая-нибудь хорошая картинка для VGG-16. Да. Допустим, что... ... Значит, вот одна из архитектур. Я, честно говоря, не знаю, почему я привык показывать именно ее, но кажется, потому что про нее есть хорошие картинки. Значит, вот, собственно говоря, пример. Значит, у нас была какая-то исходная картинка. Дальше мы применили к ней 64 свертки и получили вот здесь, получили тензор, видите, размер 224 на 224 на 64. Потом применили… А, да, видите, значит, здесь они пишут, что у них convolution, а потом функция активации. То есть они после свертки делают рилу. Извините, вот после каждой свертки из этих 64 или после всех 64 активаций? Не понял вопрос. Вот здесь 64 свертки, они подряд и потом активация? Или сначала свертка одна, потом активация? Нет, нет, это как бы независимые, вот эти вот 64, это независимые друг от друга свертки. То есть мы просто взяли исходную картинку, применили к ней 64 разных ядра и получили 64 новых картинок. После этого каждый из них применили рилу, после этого применили макспул. И за счет макспул у нас уменьшилась размер картинки. Видите, он был здесь 224 на 224, а осталось 112 на 112. Ну, здесь откуда-то 128 появилось. А 128 – это потому, что мы еще раз, вот видите, вот эти вот самые, значит, макспул, вот этот вот красненький слой, он нам не поменял размерности. А потом мы применили еще свертки, новые уже свертки. И здесь мы их применили уже не в количестве 64 штук, а в количестве 128 штук. Понятно. Вот. И так далее. Значит, дальше мы так вот уменьшали-уменьшали нашу картинку, до уменьшали до 7 на 7. А потом мы просто вот оставшуюся картинку 7 на 7 с 512 слоями, мы просто вытянули в один длинный вектор. И вот к этому длинному вектору применили уже вот это вот FC, это fully connected layer. То есть это означает, что тот, как бы это тот же слой, который был в многомерном персептроне. Вот. Ну и дальше, значит, поприменяли-поприменяли. И осталось здесь, значит, они, значит, WGG-16 они обучали на ImageNet. В ImageNet это набор данных, размеченных, там есть картинки тысячи разных категорий. И, соответственно, они на выходе получали вектор размером тысяча. Каждая компонент этого вектора, она как бы показывает, насколько наш классификатор считает, что вот эта картинка принадлежит соответствующей из этих тысячи категорий. Вот. Ну вот, значит, пример реальной архитектуры, которая применяется. Ну тут просто так это то, что степень двойки в силах 64, 128, 256. Я думаю, что просто так. Ну, может быть, это было в кейс-ситуации выгодно вычислительно штаба там все это разместить в ГПУ, но, честно говоря, я не уверен. Не знаю. Вот. Ну, идея о том, что здесь увеличивать количество, что как бы картинку уменьшать, а количество каналов увеличивать, ну, она кажется естественной. То есть мы хотим, ну, то есть что мы хотим? Вот у нас есть картинка, у которой есть пространственная структура. А на выходе мы хотим какие-то фичи, которые эту картинку описывают как бы в целом. И вот у этих фичей уже никакой пространственной структуры нет. Поэтому, а с другой стороны, этих фичей может быть довольно много. Поэтому, в общем, довольно логично, что у нас количество этих самых каналов увеличивается, а картинка уменьшается. Это как бы какая-то довольно разумная вещь. Вот. И давайте я покажу, значит, некоторую штуку, которая показывает в какой-то мере о том, которая позволяет в какой-то мере демистифицировать, снять покровы таинственности с нейронок. Значит, что мне нужно? Это называется Feature Visualization. И мне нужен Distill. Значит, они потом сделали, на самом деле, много разных других сайтов, инструментов. Значит, что эта штука показывает? Значит, они смотрят, они пытаются подобрать с помощью, ну, тоже с помощью просто градиентного спуска, грубо говоря, они пытаются подобрать те картинки, которые максимизируют выход того или иного слоя. То есть, они пытаются понять, что, собственно говоря, на что обучается каждый из наших слоев. Что именно он пытается в этой картинке увидеть. Ну, и дальше, в общем, видно, что все устроено примерно так. Значит, они используют какую-то более хитрую. Сейчас давайте я посмотрю. Где-то здесь была прям вот картинка с самой нейронкой. Вот что значит выход слоя? То есть, как это меряется? Ну, вот, значит, у нас у каждого, ну, фактически это просто средняя выходов всех пикселей, которые мы в результате получаем. Так, сейчас, где-то здесь была ссылка, секунду. Вот, аппендикс. Вот, собственно говоря, здесь используется не VGG-16, а другая сеть, кажется, Google.net. Да, Google.net. И тут можно просто посмотреть на каждый из слоев, что эти слои детектируют. Ух. Значит, вот это, что детектирует конкретный нейрончик, это, что детектирует весь слой. То есть, как бы мы хотим максимизировать output там в среднем по слою. Ну, давайте я вернусь вот сюда вот на начало. Значит, первые слои, они, в общем, детектируют просто какие-то вот такие вот простые паттерны типа полосок. Ну, то есть, это, в принципе, означает, что эти слои, они устроены, ну, примерно как... Примерно как вот эти операторы Собели, видимо. Если мы продвинемся чуть-чуть дальше, то видно, что следующие слои, они детектируют какие-то простые текстуры. А потом они детектируют что-то более сложное. Видно, что здесь уже можно выделить какие-то цветочки, какие-то, не знаю, таблички, надписи, что-то такое. И если двигаться дальше, вот, значит, 4, 4, 4 слой, тут видно, что они детектируют уже какие-то вполне осмысленные штуки. Ну, вот тут явно какие-то собачьи уши и собачьи мордочки, а тут явно какие-то глаза. В общем, картинки, конечно, такие довольно creepy, но достаточно осмысленные. То есть, по всей видимости, идея состоит в том, что, ну, такая, опять же, в какой-то мере, эвристическая, но в какой-то мере согласующаяся с этими результатами идея, что у нас более глубокие слои, они детектируют более сложные объекты, объекты с какой-то более сложной семантикой. И, ну, в принципе, это, ну, этого стоило ожидать. То есть, вот мы делаем такую, мы делаем такую архитектуру, которая состоит из вот этих кирпичиков, и у нас каждый следующий слой опирается на предыдущий, и благодаря, но при этом он может, как бы, он может оперировать более абстрактными, более абстрактными категориями. Вот. И одна из идей, которые здесь возникают, это идея о том, что мы можем натренировать нейронку на решение какой-нибудь задачи, например, вот на сдачу классификации, скажем, вы начнете. Но мы предполагаем, что в ходе этого обучения наша нейронка, ее промежуточные слои, они учатся детектировать какие-то осмысленные части, осмысленные элементы картинки. Или, иными словами, мы можем сказать, что вот на этих промежуточных слоях появляются выходы этих промежуточных слоев, это фактически какие-то осмысленные фичи от нашей исходной картинки. И эти фичи можно использовать не только для решения исходной задачи классификации, но и для каких-то других задач. То есть, например, вы можете, скажем, натренировать нейронку на каком-то одном наборе данных, а потом, скажем, вы ожидаете, что она вам нагенерировала каких-то, что вот ее выходы на каких-то промежуточных слоях, это какие-то осмысленные фичи от исходной картинки, и можно уже просто зафиксировать эти фичи, и добавить к этим выходам, добавить просто какую-то новую нейронку, или просто запихнуть в какую-нибудь логистическую регрессию, или еще во что-нибудь в этом роде. И дальше уже дообучить, например, эту, скажем, логистическую регрессию на какой-то совсем другой задачи. И это такая в целом парадигма, которая называется representation learning, о том, что мы бы хотели научиться какие-то непонятные многомерные объекты, типа картинок, хотели бы их научиться превращать в какие-то, извлекать из них какие-то осмысленные фичи, осмысленный способ представить эти объекты в каком-то другом пространстве, в пространстве фичи, а потом с этим что-то делать уже с помощью каких-то более простых методов. Особенно хорошо это работает в National Language Processing. Там люди натренировали огромные нейросети, используют их для того, чтобы уже не обучая их заново, используют их просто для того, чтобы решать другие задачи, не те задачи, на которых они изначально тренировались. Но в случае с картинками тоже такой подход, в принципе, возможен. Вот. Ну вот. Значит, то, что я хотел сегодня рассказать. Значит, есть ли какие-нибудь вопросы? Да, такой вопрос. А вот вы говорили, что так, HESL будет лучше, да? Это Hue Sitteration Luminous, да? Ну, да. Я думаю, что он будет лучше, чем RGB. Я помню, что я видел какие-то обсуждения на эту тему, типа, нужно ли нам явно задавать другое пространство цветовое или нейронг. Сама выучиться. Но у меня... Ну, из общих соображений, как бы, RGB не очень осмысленная система координат в пространстве цветов. А HESL или HESV более осмысленная с точки зрения человеческого восприятия. Ну, то есть, грубо говоря, характеристики, да? То есть, мы как бы не раскладываем. Мы скорее раскладываем у себя в мозгу, да, что яркое, что там насыщенное. Ну, скорее, да. Скорее, да. То есть, скажем, ну, вот, какие-то естественные преобразования, типа, там, уменьшить или увеличить яркость, например, это какое-то очень осмысленное преобразование. Вот. А уменьшить или увеличить количество красного, это не очень осмысленное преобразование. Ну, да. То есть, тут даже не с точки зрения просто нашего восприятия, а с точки зрения, например, изменения условий съемки, да? То есть, больше света, то... Ну, типа, да. Ну, да, увеличится. Да. Увеличится освещенность, понятно. Тут, конечно, теоретически можно сказать, что вот у нас может меняться там цветовая температура, это тоже как-то... Ну, и мне кажется, что изменение цветовой температуры, это скорее... Оно... Его тоже проще подставлять в этой самой... Ну, я не знаю, тут можно поэкспериментировать, я не специалист по подставлению цвета. Вот. Мне кажется, что просто HSL более осмысленная система картинации. Тут просто, ну, например, цветовая температура, ну, это важный параметр, потому что, ну, там, в зависимости от освещения, да, та же картинка при разной лампе просто изменится. Ну, да. Ну, вот в HSL это приведет к тому, что у вас немножко хью будет, видимо, сдвигаться в правую лягу, да? А в RGB это приведет к тому, что там будет что-то непонятное. То есть там у вас красного может стать больше, а там зеленого стать меньше. И это менее тоже очевидное преобразование. Поэтому мне кажется, что... Да, понял. Мне кажется, что это просто более осмысленная вещь. Ну, я не знаю, я не сравнивал. Я видел, кажется, какие-то обсуждения в Твиттере, что люди посравнивали и пришли к выводу, что действительно с HSL чуть лучше работает, но не уверен, что это... Я как бы точно не знаю, как там сейчас устроено, там, какие-то... Совсем стоит в Твиттере модели, какие именно они используют представления для цвета. Надо посмотреть. Понял. А в автофокусе, там, в обучении для автофокуса, там, по лицу, наверное, тоже используется, да, вот это вот все? Честно говоря, я не знаю. Ну, в целом распознавание, то есть увидеть на картинке, где находится лицо, это сейчас типичная задача для нейронок. Это вот object detection. Это вот то, что люди умеют делать хорошо. Что конкретно реализовано в фотоаппарате, в том или ином, я не знаю. Мне кажется, что эта функция появилась даже чуть раньше, чем появились нейронки. Но, может быть, я уже плохо помню. Ну, просто с нейронками еще проблема в том, что их же как бы... Исторически нужно было дождаться, чтобы железо стало бы их хорошо поддерживать. То есть, допустим, вот у современных там железок, у современного айфона, у него есть просто куски железа, которые именно очень сильно заточены на то, чтобы работать с нейронками. Допустим, вот у меня был предыдущий MacBook 2013 года, и я в нем не мог запускать Zoom вот в таком режиме, как сейчас с виртуальным фоном, потому что у него, несмотря на то, что по всем остальным моим задачам он прекрасным образом тянул, не то, чтобы он был быстрее наслаблен, но вот конкретно эта фича... Я думаю, что она использует тоже какие-то нейронки, которые вырезают лицо. И на том ноутбуке она не тянула. Понял. А вот по нейроистям будет какая-нибудь домашка, где писать код надо? Или когда будет? Я думаю, что мы постараемся что-то такое сделать. Тут проблема в том, что с течением времени наши возможности по отдаванию домашек немножко уменьшаются, потому что...